Приветствую вас на канале час ремонта, в этом обзоре расскажу про сабельную пилу Zubar SPL 185. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Универсальный инструмент для плотницкой, кровельной, отделочной, слесарной, монтажной, а также садовой работы. Он отлично справится с пилением и резкой древесины, металла и пластика. Благодаря своему оптимальному соотношению веса и габаритов, а также эргономичному исполнению, эта пила удобна в обращении и подходит для различного применения. Высокопроизводительный двигатель обеспечивает плавное начало пиления и гарантирует оптимальную эффективность обработки. Для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла, пенобетона, газобетона, гипсолита, кирпича. При установке соответствующего полотна, а также широко применяется для демонтажных и монтажных работ. На электроинструменты и бензотехнику Зубр действует расширенная пятилетняя гарантия. Служба качества контролирует процесс производства на каждом этапе. Комплектация пилосабельная без аккумулятора. Единая аккумуляторная система для множества инструментов. Экономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов системы. Универсальное изделие для различных видов пиления. Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Маятниковый ход ускоряет процесс пиления. Бесключевой патрон облегчает смену полотна. Металлический корпус редуктора для высокой надежности. Возможность фигурного пиления материала. Переставной упор для изменения глубины пиления. Резиновые накладки на корпусе способствуют удобному хвату и защищают инструмент от повреждений. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%. Защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Тяжеловато. Быстро садит аккумулятор. Видно искры на коллекторе при включении. Нет полотен в комплектации. Вибрация от работы есть. Теперь перейдем к положительным. Одна аккумуляторная система. Пилит хорошо при хороших полотнах. Легко резать от дерева до легкого бетона. Есть маятниковый ход. Работает от аккумулятора. Есть защита от случайного пуска. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта!